Видео подготовлено с сайтом online.gdz.nz. Здравствуйте! Решим задание 417. Нам нужно начертить в тетради систему координат, взяв единичный отрезок, длину 1 см, то есть 2 клеточки, и отметить точки пункт А. Давайте начертим систему координат и выберем единичный отрезок. Отметим точку А с координатой 1,3, то есть по х мы выбираем единичку, а по у – тройку. Единица у нас на оси х отмечена. Отмечаем тройку. И на пересечении у нас будет точка А, координат которой 1,3. Отмечаем точку В с координатами 4,1. То есть по оси х мы должны отметить 4. По оси у1 восстанавливаем перпендикуляры. На пересечении у нас получается точка В. точку С с координатой минус 2,4. Отмечаем по оси х, минус 2. Отмечаем по оси у,4. Устанавливаем перпендикуляры. На пересечении получаем точку С. Точку D с координатой минус 1,4. Соответственно, из точки минус 1 по оси х мы восстанавливаем перпендикуляр. И получаем точку D. Точку E с координатами 3, минус 2, 3, минус 2 по оси у. И здесь у нас будет точка E. И точку F с координатами 1, минус 1, 1 и минус 1 по у. И получаем здесь точку F. Пункт B. Отмечаем точку A с координатами 2, минус 3 по оси х, 2 по оси у, минус 3. Устанавливаем перпендикуляры. И на пересечении будет точка A. Точку B с координатами минус 4, 1, 1, 2, 3, минус 4 по оси х, и 1 по оси у. Точка B у нас получается здесь. Точка C с координатами 3, 0, по оси х, 3, по оси у, 0. Значит, у нас точка на оси х так и останется. И это будет точка C. Точка D с координатами 3, минус 3, 3 у нас отмечено, минус 3 также отмечено. Восстанавливаем перпендикуляры и получаем точку D. Точку E отмечаем с координатами минус 3, 2. Отмечаем, восстанавливаем перпендикуляры и получаем точку E. И точку F с координатами минус 3, 1. Соответственно, она будет у нас здесь. И это точка F. И выполнили задание 417. Но если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. За вопросы, предложения или пожелания подписывайтесь на наши группы в социальных сетях. Продолжение следует...